О, 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 мы снова здесь. Третий раз подключаемся. Давайте, знаете, как... Ну, сейчас большую часть подключите, тогда слушайте, я кое-что проговорю. Не дает нам интернет. Вообще, обычно у меня всегда ЛТЕ, а сейчас у меня что-то Е. Не знаю, с чем это связано. Не важно. Короче говоря, мы сейчас еще попробуем. Я просто не берусь давать какие-то прогнозы относительно силы интернета. Быть может, нас сейчас опять выкинет. Поэтому все, кто не получил ответ на свой вопрос, потому что они элементарно теряются. Я сейчас уже не вижу тех вопросов, которые вы писали до. Я понимаю, что вы хотите получить ответ, и я обещала вам это сделать. И я от своего слова не отказываюсь. Поэтому все, кто меня слышит, и кто хочет получить ответ на свой вопрос, пишите, пожалуйста, под сегодняшним постом. Там, где Гуля с мальчиком, с таким кудрявым, красивым. Да, вы пишите, и мы в течение сегодняшнего дня на них ответим. Потому что интернет, конечно, вообще не в пасу. Сюда покажешь, под этим постом? Покажи, пожалуйста. Как раз вы под этим постом. Вот под этим постом пишите свои вопросы. И в том случае, если вы не получили ответ за два сегодняшних включения, подключения, мы там вам и Гуля, и я, мы вместе постараемся вам ответить. Потому что, ну вот, не все от нас зависит. Если нам в одной стоматологии сказали передний зуб удалять ребенку два года, стоит ли идти к другому? Ну, как я могу вам ответить на этот вопрос? Я же не видела, во-первых, вашего зуба, во-вторых, не видела вашего снимка. Снимок должен быть. Поэтому оценивать правильность постановки диагноза только потому, что вам сказали, что вам нужно зуб удалять, но это не очень правильно, не очень корректно. Потому что, может быть, все что угодно, даже два года. Может иногда требоваться удаление зуба. Здравствуйте. Да. Стоматологи розы. Пять лет дочке выпали три нижние зуба, два вышли сразу крупные, третий куда выйдет и когда снимки, и какой врач. Так, речь идет о таком дефиците места. Скорее всего, места не хватает зубам. Вам нужно будет, сейчас не нужно будет ничего делать, вы ждите пока. Полностью они прорежутся. Четыре, в идеале четыре должно прорезаться, прорезаться. Нижних? Да, четыре, четыре сейчас пронежных. И в этом возрасте, получается, в этот период, вам нужно будет начать лечение у ортодонтов, скорее всего. Я не берусь говорить однозначно, я наверняка в данном случае, потому что все индивидуально и уникально. Поэтому бывает такое, это все поправимо и исправимо. Потребуется ортодонт. Для успокоения души можете сейчас показаться, для того, чтобы вас осмотрели, возможно, снимок нужно будет. Вот этот гомограмм, это снимок всех зубов. Так, скажите, пожалуйста, что можно делать, если у ребенка кариес до двух лет? Голь, подскажешь нам? До двух лет? Во-первых, да, вам нужно идти к врачу. На осмотр обязательно. Да, и возраст, это не говорит о том, что если у меня нет еще двух, то ничего нельзя сделать. Можно еще как. Поэтому обратите к врачу, в зависимости от того, насколько у вас там все плачевно, либо не плачевно, врач примет правильное, единственное правильное решение. Ответ вам, врачу. Даже если до двух лет вам. Ребенка. Постоянно выпадает пломба. Ребенка постоянно выпадает пломба через один-два месяца. В чем может быть причина? Ну, постоянно выпадают. Это, конечно, не очень хорошо. Поэтому вам нужно... Причем, вы понимаете, зачем они теперь сами выпадают? Вы нас и спрашиваете, да, причины вам нужно быть... Ну, здесь может быть разная причина. Здесь может быть недостаточно хорошо удален кариес весь, полностью не обработан. Здесь может быть причина в материале, который использует врач, быть может он какой-то хрупкий. Если мы говорим о каких-то, допустим, центральных зубах, и ребенок очень подвижен, постоянно падает, может быть, из-за этого выпадает. Из моей личной практики, вот когда я сталкиваюсь с такими подобными вопросами, что вот нам ставит пломба, она выпадает, нам ставит пломба, она выпадает, если мы говорим о жевательных даже зубах, приходит, и там просто не до конца был убран кариес. И, допустим, пожалели и не убрали нерв, а нужно было это сделать. Поэтому и пломба выпадала. Ну и степень разрушенности зуба. Степень разрушенности зуба очень большая. И пломбы элементарно не держатся за одну оставшуюся стенку. Все может быть в данном случае. Но это не хорошо, когда так происходит. 1,8, на переднем зубе черная точка была. Сейчас она стала коричневая. Это означает, что кариес прогрессирует. Без осмотра сложно, конечно. Нет, не скажу. Я не более. Это нужно смотреть. Опять же, все очень субъективно. В вашем случае вы описываете одно. В объективном, при объективном осмотре может быть совсем другое. Поэтому не могу сказать точно. Наверняка нужно смотреть. И это вообще ничего не означает. Потому что это с ваших слов. А нужно именно со слов врача. 10 месяцев. Повод ли в 10 месяцев для беспокойства? Нет, не повод. У меня недавно был пациент. Год и 4. Только первый раз прорезался. И нет никаких отклонений со стороны педиатрии. И все нормально. Они прорежутся. Прорежутся, все будет хорошо. Хотела бы сделать отбеливание. На каком виде отбеливания остановиться? Это тоже зависит, конечно, от цены. От цены. И от, конечно же, клинического случая. Именно самих зубов. Поэтому есть и домашнее отбеливание. И, конечно же, в клинике разные методы. Есть и химического. И такого же лампового. Лампового, да. Который. Поэтому много есть именно моментов таких. Но я делала себе разные отбеливания. И на самом деле разница не такая уж и большая. Между тем же самым зумом или аполисцензем. Но это мое личное субъективное мнение, как человек, который это делал. Попробуйте с какого-то такого более простого. Если, допустим, финансово стоит вопрос. А с наиболее простого, с того же самого аполисценза начать, получится очень хорошие результаты. Если не стоит какой-то финансовый вопрос, и вы готовы заплатить больше, то просто это будет быстрее, более современно. И производители утверждают, что это лучше отбеливает. Хотя я с этим не согласна. Но я не буду спорить, потому что я отбеливанием конкретно не занимаюсь. Но можно начать, если вы никогда не делали, с аполисцензем. Насколько актуальна детская стоматология? Я не поняла вопрос. Я думаю, что более чем актуальна. Но в каком контексте? По крайней мере, детская стоматология очень сильно шагнула вперед. Конечно. И развитие. Много детских стоматологов стало. Все молодцы, все развиваются. Но очень большой, конечно, пробел у родителей, по большей части. Есть книга. Я написала книгу, выпустила большое издательство Эксмо. Поэтому, если вы не в курсе, можете почитать ее. У меня даже врачи ее читают. Ну, не мои. Мои. Почему я тоже почитала? Тоже читала, да? Ну, как? Там все очень подробно. И именно вкратце для мамы. Это вообще без врачей, конечно, все интересно. И подробно, и вкратце. Это вот прямо две... Самое главное. Две такие, вроде как, с одной стороны, несопоставимые характеристики. Но они вот как-то вот... Они есть. Естественно, так и есть. В этой книге есть. Да. Без лишней скромности. В ближайшее время, кстати, я выпускаю методичку. Там будет очень кратко обо всем. Не так, как в книге. Но я постаралась там много вопросов осветить. Но это будет не в свободной продаже. Это будет именно для наших пациентов. Будем выдавать такие методички, очень красочные и с большим количеством информации. Потом, когда уже практически в печать отдаем, потом я вам покажу ее. Так. У ребенка вылез передний зуб, расколотый пополам. Не от корня, примерно, а с середины. Поставили пломбу, чтобы он не раскололся окончательно. Есть риск, что постоянно будет плохой. Маловероятно. Сложно вообще понять, честно говоря. О чем вы говорите? Расколотый. Пополам. Да, он сразу таким прорезался. Возможно, это иногда бывает, судя по вашему описанию, срастаются несколько зачатков. Бывает такой, ну как такая, врожденный дефект. Либо это гипофлазия. То есть это такое недоразвитие изначальное, врожденное, опять же. Поэтому, отвечая, опять же, на ваш основной вопрос, будет ли повтор с постоянными зубами, ну, скорее всего, нет. Потому что молочные зубы, на их формирование влияют все-таки беременность. Какая партикала беременности. Добрый день, дочери 16 лет. 16 лет иглоподобная зуба перед клыками. Стесняется очень. Венеру нужно ставить рассказшину про Венеру. 16 лет. С 18 обычно. Конечно, да, с 18. И опять-таки нужно общаться уже с ортопедом. С ортопедом, да. Конечно, по поводу эстетики, вообще, в принципе, это важно. И если она стесняется, это даже не лучше, а нужно справить, чтобы ребенок не было. Можно уже сейчас начинать. Иногда там на консультацию нужно пойти. Быть может, какие-то сверхкомплектные у вас там зубы. Возможно, нужно будет и с ортодонтом работать. То есть здесь такой комплексный подход очень важен. Поэтому иной раз бывает недостаточно просто наклеить венеры, и вообще, и все будет хорошо. Потому что, быть может, у нас там какие-то проблемы есть с тем же самым прикусом. Быть может, вам нужен ортодонт. Это можно даже прямым методом. Там же, да, приобретательный цель. Да, да. Не обязательно венеры. Да, ну, во всяком случае, это все равно такой будет более эстетический вид. Это, да, это может быть такой более временный вариант. Потому что венеры, как ни крути, это такое достаточно серьезное капиталовложение в улыбку. Поэтому, может быть, ну, существуют способы, которые могут отсрочить постановку венеры в перспективе. Как попасть на прием? Так, в самом начале говорила об этом, повторюсь. Мы сейчас ведем прием на севере Москвы, в метро и ручной вокзал. Но со следующей недели мы переезжаем. Мы меняем клинику. Все наше, все свое берем с собой, всех сотрудников. Мы меняем клинику, там клиника будет побольше, станция метро «Динамо». Прием, запись, точнее, на прием ведет помощница. Зовут ее Марьян. Пишите ей WhatsApp. Пишите, лучше писать. Телефон указан в шапке профиля прямо наверху. Так, по всем вопросам она вас сориентирует. Так. С М4-9 три раза ставили помбы, каждый раз другие в этот же день выпадали. Ну, это, конечно, плохо. И я уже об этом, мы уже об этом сегодня говорили. Да, подобный вопрос был. Все это в записи осталось. Что-то неправильно вам делают, либо диагнозы неправильно ставят, либо материалы некачественными работают, не берусь сказать. Так, вот этот вопрос. Шатаются верхние зубы, дочки 6 и 9, но не выпадают. Делали снимок, сказали расшатывать и все. Ну, если подвижность есть, это означает, что смена будет. Рассасывание корня есть. Поэтому можно, если сильно тревожит и воспалена десна при этом, отечественная, конечно, можно прийти и просто удалить. Да, противопоказаний каких-то. Да, в принципе, вот недавно даже видео выставляли со сменой зубов, там, два ряда. И это очень быстро делается. Сегодня, кстати, сегодня в сторис можете посмотреть, да. Поэтому... Да, иногда достаточно просто помазать аппликационной анестезией легкой, чтобы не делать ни уколов, ни на такой более серьезный заморозки. И все, вот сегодняшние свежие сторис вы можете посмотреть. Поэтому, ну, тут можно либо расшатывать, либо, ну, и если это не получается в домашних условиях все-таки удалить, то тогда прийти к врачу и все сделать. И не мучить ребенка. Что делать? Вот этот вопрос был уже, я отвечала. Картодонту вам нужно, если оголелый шейка, уйфу, картодонту, к парадонтологу. Парадонтологу. Поможет ли тренер капа для выравнивания зубов? Тренер, он на самом... Капа. Тренер, я, да, поняла. У нас тут даже есть где-то тренер. Нет, нет. Во-первых, это больше тренер, он предназначен для тренировки мышц, тренировки оживательной мускулатуры, поэтому это больше для прикуса и для прям совсем маленьких, ну, не для совсем маленьких детей, а для таких детей, у которых еще даже смена зубов не началась. Для них она эффективна. Вот так они выглядят с тренером. Поэтому именно для выравнивания зубов. Я, конечно, не ортодонт, но я с ортодонтом очень плотно общаюсь, мы часто пишем статьи уже, и эфиры у нас на радио с ней вместе были неоднократно, поэтому я ориентируюсь уже немножко в ортодонтии. Нет, выравнивание зубов, они точно, точно не помогают. Добрый день, вы сказали, что при кариесе к врачу ходили, помазали и все, но я вижу, что кариес увеличивается три года, два передних зуба, что делать? Врач говорит только о том, что надо помазать. Но если действительно увеличивается, то допустимый постановку пломб. Три года очень даже можно с ребенком уже адаптировать и в кресле полечить. Это надо, конечно, смотреть, поэтому тут уже можно не только помазать. Ну да, естественно, нужно смотреть в динамике, потому что иногда действительно аппликации, они помогают. Если вы говорите, что там действительно все хуже, хуже становится, то тогда есть смысл задуматься, наверное. Так, ребенку полтора года неправильный прикус. В каком возрасте нужно кортодон? Также кариес четырех верхних резцов. Сначала нужно кариес лечить, потом прикусы справлять. Так, ну, во-первых, прикусы справлять полтора года вы не будете. Это во-первых. Во-вторых, полтора года, более того. Полтора года вы должным образом оценить, правильный или неправильный прикус, тоже не сможете. Потому что должным образом, ну, вообще какие-то тенденции понять можно тогда, когда прорежутся все зубы, 20 зубов, а полтора года еще сложно сказать, что они у вас прорезались. Маловероятно. Они обычно в 2,5-3 годам прорезаются. Кариес однозначно лечить, в зависимости от того, на какой стадии либо пломбы ставить. И это будьте готовы, что это нужно будет делать в условиях глубокого сна, глубокой седации. Если только-только на начальных этапах – ура! то можно это все дело стабилизировать на фторировании. А к ортодонту годов 4. Взрослых мы принимаем, гуль? Принимаем. Принимаем. Гену мы проводим и обеливание. Поэтому записывайтесь. Марьян, да, все вопросы у Марьян. Так. Про пасты я не буду в свое отношение рассказывать. Так. Так, здесь про взрослых тоже не буду отвечать. Так. Изумляю ческу. Ну, в принципе, в год и 10-30 секунд. Там не обязательно 3 минуты, да, высиживать с ребенком? Да, и вообще время. О времени не нужно говорить. Главное тщательно почистить от времени. Да, несколько движений. 5-6 движений вы сделали в области каждого участка зубного ряда. И уже это будет успех. Это уже будет хорошо. По поводу того, что через силу это тоже, ну, это, конечно, нехорошо. У меня тоже существует ряд публикаций совместно с психологом. Громче. Наверное, мне. Да. Я буду громче. Да, тренируйся. Совместно с психологом селю темно-латинскими буквами нижнее подчеркивание психология. И там прям по возрастам все распределено, как, в каком возрасте ребенка мотивировать к чистке зубов. Потому что это, конечно, нехорошо, когда вы через силу заставляете. Какие в силе тупые стоматурки. Здравствуйте. Сколько стоит это? Да, это к Марьяму. Расскажите о лавхаках. Говорит ребенка, да, чистим зуб ребенку. Год. Так, только что, да, только что, да, говорила об этом, отвечая на предыдущий вопрос. Селютина, нижнее подчеркивание, психология. Вот там вообще все лайфхаки. Так, про эрозию уже сегодня был вопрос, отвечала. Ой, вот это прям моя боль. Пришли пломбировать дырочку. Врач говорит, не болит, нечего и пломбировать. Чуть не поздравилась. Чуть не подралась, ну вы же, моя хорошая. Вы же знаете, что надо пломбировать, да? Даже если не болит. Так. Не долечили зуб, передержали мышьяк. Ой-ой-ой, мышьяк мы вообще не используем. Зуб открыт, образовался свищ. Врачи боятся без наркоза. Возможно лечить свищи без наркоза, боятся ли наркоза. Во-первых, его нужно удалять, этот зуб. Это прям однозначно. Наркоза, ну если нет никаких вообще альтернатив в плане, ну вообще никаким образом невозможно с ребенком договориться, а воспаление во рту ликвидировать нужно, то нужно лечиться в условиях глубокой седации. Используется севаран, сдаются все анализы. Если анестезиолог не обнаруживает никаких противопоказаний, то не нужно бояться. Тем более, в данном случае нужно просто понимать, что лечение, в данном случае удаление, оно требуется. Поэтому сдавайте все анализы. Я надеюсь, что вы найдете хороших специалистов, все будет в вашем ребенке хорошо. Но это надо удалять. Так, друзья, уже больше часа мы с вами общаемся. Да, с перерывами, с прерываниями, но не по нашей вине, не на все вопросы ответили. И еще раз, сегодня, повторяю, все, кто не получил ответ на свой вопрос, Гуль, откроешь еще разочек? Да, я... Пост сегодняшний, сегодняшний пост, он будет сейчас уже в ближайшее время не последний. Вот там Гуля сидит с мальчиком, таким пудрямым, красивым, классным. Под ним оставляйте свои вопросы. Мы в течение сегодняшнего, завтрашнего дня на них на всех поотвечаем. По возможности в директ Гуле можно тоже писать, присылать фотографии. Можно же, да, Гуль? Посматривает Гуля директ. А можно... Ну, фото, конечно, тоже можно. Фото, да, да. Я постараюсь ответить. Да, постараюсь ответить, все будет хорошо. Вот, нам нужно уже бежать. Спасибо вам большое. Спасибо за вопросы. Да, спасибо за вопросы. За активность такую. Буду погромче говорить. Да, да, Гуля, у меня не такой опыт большой. Это я уже, ух, ух, громогласная. Вот, поэтому вот так вот будем выходить в прямой эфир вместе, Гуля. Надо выходить вместе в прямой эфир. Слышите? Да, да, да. Надо вместе выходить. Вам понравилось? Да, надо, потому что не все там знают Гульфию, допустим, вот сейчас побольше людей о ней узнали. Кто-то знает, посмотрите, тоже приятно. Посмотрите, послушайте. Когда следующий эфир. Вот, не знаю, вот сегодня у нас тоже такая незапланированная акция была. Будем думать, придумывать, будем выходить в прямой эфир. Мне кажется, это прикольно. Прикольно получилось. Вроде все рады. Да, да, спасибо, спасибо, да. И там еще, извиняйте, еще раз за то, что у нас были проблемы со связью. Бывает. Все, давайте всех целую. Пока, приходите на прием. До свидания. До свидания.